Я сейчас для разминки прочитаю слово в слово то, что я предложил совету БРИКС в плане возможности создания Евразийского клуба. Ну, проект называется так, психогенетические предпосылки к созданию Евразийского клуба или что нового может предложить России современному миру. Я прочитаю просто. Там с ним что-то уже делали, но вроде бы как я как автор остался. Но чего от меня осталось, я не знаю. Потому что это было 18 ноября, его обсуждали где-то, но я был в это время, к счастью, в Уфе. Я не люблю, когда что-то обсуждают, особенно если я что-то написал, начинают обсуждать. Там я могу очень остро высказаться, поэтому уж лучше, шабаш, пусть без меня проходить. Потому что там разные люди, но у каждого своё видение всего на свете. Вы же понимаете, да? Интеграль никто ничего не видит. Один видит такой кусок, другой кусок, третий, третий. А четвёртый вообще ничего не видит, но что-то пытается предложить. Вот всегда на этих сборищах вот так вот проходит. Поэтому я очень-очень не люблю в этом участвовать. Когда мне предлагали, я уже говорил, какую-то философскую проблему обсуждать с философами, ну, современными, я думаю, что это постмодернистский философ, потому что старые философии они куда-то уже отринули. Это тоже неблагодарное занятие. Поэтому я всячески открещиваюсь от каких-то вот полемик. Один на один с кем-то, ради бога. Вот ведущий, если он меня что-то спросит путное, я ему отвечу. Вот. Он знает, что я могу, если он не то спросит, ответить как следует. Поэтому он этого спрашивать не будет. Вот. Вот только так. Ладно. Читаю. Мне дали доклад Римского клуба. Итоговый. И я этот доклад проработал. В конце 2017 года Римский клуб представил доклад, приуроченный к своему полувековому юбилею. Называется он «Камон. Капитализм. Близорукость. Население и разрушение планеты», выражающий консолидированную позицию клуба. В стенах Римского клуба прогрессивные представители западной элиты обсуждают проблемы глобализма и устойчивого развития, рекомендации, выработанные в результате обсуждений. Рекомендации, выработанные в результате обсуждений, призванные, призванные, как мыслится членам клуба, стать ориентирами для сильных мира сего в плане руководства к действию в мировом масштабе, ни больше, ни меньше. В докладе присутствует жёсткая критика капитализма в целом, включая неприятие финансовых спекуляций, призывы к альтернативной экономике, новому просвещению и прочее. Автор доклада констатирует, что планета Земля деградирует, спекулятивный капитал торжествует, социальное неравенство усиливается, авторитаризм и фундаментализм на подъёме. Сегодняшний кризис включает в себя социальные, политические, культурные и моральные аспекты, включая кризис демократии, идеологии и самой капиталистической системы. Ну, диагноз в основном поставлен правильно, однако практически по всем позициям меры оздоровления общепланетатного климата зачастую просто наивно и даже смехотворно, особенно в части новой философии и нового просвещения, фундаментальных, по нашему глубокому убеждению, направлениях деятельности, призванных к формированию нового отношения к реальности, нового мировоззрения и, самое главное, нового человека. Так автора доклада считает, что в основу нового просвещения должна быть положена фундаментальная трансформация мышления. Заметьте, мышление, а не сознание. Это разные вещи. Вы меня понимаете? Надеюсь, вы меня понимаете. Трансформация мышления. А сознание и мышление, то, увы, не одно и то же. Результатом которой должно стать целостное мировоззрение, свободное от антропоцентризма, открытое развитию и заботящееся о будущем. Плюс к этому ещё и своеобразная синергия – поиск мудрости через примирение противоположностей и баланс. Вот если вы это услышите, что вы будете делать? Искать противоположности, применять их и балансировать. На проволоке балансировать, в цирке. То есть вот какая-то бредятина, простите. Если вы привыкли к этим бредовым формулировкам, то меня Мамадашвили и известный философ наш Зиновьев Сан-Садович приучили читать правильно то, что стоит за словами. А вы глотаете любой бред, который несут по телевизору, который в беседах, в дискуссиях всяких. А я вот смотрю, слова читаю и пытаюсь уловить смысл. Ну, нету. Может, я такой какой-то вот, ну, нехороший, тупой, не знаю. Но другой, явно. Но у меня есть союзники на этот счёт. Я их уже назвал, да, ныне покойные. Но я пока живой, поэтому принимать вот этот бред я, ну, не намерен с ним соглашаться. Я думаю, что-то отвечать. Наивно полагать, я вот продолжаю читать, Да, словом, сладкая западная сказка с модным на сегодня восточным уклоном. Он моден, восточный уклон сегодня. Наивно полагать, что сегодняшнего ментального человека с его утилитарным материалистическим мыслением, можно, как видится наивным западным учёным, просто перепрограммировать, трансформировав его мышление в направлении целостного мировоззрения и поиска мудрости через примирение противоположностей. Будем в этом направлении перепрограммировать людей. Ну, вы вообще слышите слова, да? Вот я когда-то услышал, я думаю, а где человек-то тут? Они говорят о новом человеке, о новом мировой. Человека нету. Когда я сказал вот тем, кто мне дал этот документ, я говорю, где человек? Ну, а что значит? Вы и дайте человека тогда. Я говорю, ну да. Нету человека. Бред какой-то. Мышление, как продукт человеческой ментальности, никакими методами нельзя сделать интегральным, ибо мысль всегда фрагментарна, а попытки из отдельных ментальных фрагментов воссоздать некое подобие целого – очередная интеллектуальная утопия, проистекающая от незнания человека как интегрального целостного существа, продукта не только животной дарвиновской эволюции и социальной эволюции, но и настоящей над ними духовной эволюции, которая отражает истинный смысл появления человека на Земле. Базовый закон духовной эволюции, их отображение в историческом процессе представлены в фундаментальной работе российского автора Клюева «Опыт духовного прочтения. Отечественная история». Я упомянул, как в этой работе, где это есть хотя бы. «Таким образом, попытки формирования нового просвещения, нового мировоззрения, без ясного понимания, что такое человек, как интегральное целостное существо, со всеми его слабостями и потенциальными возможностями, существо, призванное по замыслу творца непременно эволюционировать и приносить духовные плоды, без правильного понимания того, что представляет собой исторический процесс, как необходимая социальная среда, призванная порождать эти нетленные духовные ценности, обречены на провал». Чтобы понять и в полной мере осознать принципиальные различия западного, англо-саксконского и восточного мира, в первую очередь в лице народов России, Китая и Индии, обратимся к их психогенетическим корням. «Согласно определению Клюева, психогенетика, психоэволюционная генетика или генетика души – это совокупность поведенческих и культурных ценностей, внутренних убеждений и религиозных воззрений, нарабатывающихся и передающихся из поколения в поколение в душах людей, проживающих общую историю в идентичных условиях – географических, социальных, национальных, религиозных, культурных, ну и других. Психогенетика, как хранительница совокупного эволюционного опыта индивидов, играет главенствующую роль в отношениях между людьми, странами и народами. В книге известного китаеведа и философа Малявина «Евразия и всемирность» авторам детально исследуется метацивилизационное единство Евразии и делается вывод о необходимости конструктивного содружества народов Евразии, которое требует нового концептуального языка и новых научных подходов, основанных на новых оподных понятиях, связывающих в единую целую географию, антропологию, культуру, социум и политику. Это и есть единство на психогенетическом уровне. Вот то, что перечислено. Именно психогенетика определяет поведение, устремление и внутреннюю направленность жизни людей, либо способствующие духовному росту индивидов, либо приводящие к деградации душ, вплоть до их полной атрофии. И только тогда становится понятно, почему люди разнятся друг от друга и порой очень сильно. Ну, поясним сказанное по отдельным позициям. Если поведенческие ценности определяются неудержимым стремлением, не брезгуясь средствами к наживу, к успешности в мертвой жизни и сохранению физического здоровья, то горе душе, попавшей в эту демоническую ловушку, её ждёт полная деградация. Если так называемые культурные ценности определяются скрытым или явным раскрепощением сексуальных инстинктов и откровенной пошлятиной во всех сферах так называемого искусства, при полном отсутствии у авторов моральной цензуры, а также доведением до абсурда под прикрытием якобы особого взгляда авторов на окружающий мир шизофренического видения реальности, то демонизация души поклонникам подобного рода искусства, не говоря уже о его творцах, обеспечена. Если внутренние убеждения определяются зародившейся в Европе идеологией гуманизма и его либеральными ценностями, включая пропаганду сексуальных аномалий извращений, ибо у головы угла ставится свободный, сугубо эгоистичный человек, возомнившийся божеством, которому дозвольно всё, что не запрещено человеческими законами, то беда народов в тем странах, где процветает подобная идеология, поскольку они обречены на духовное бесплодие. Если религиозное воззрение ограничивается почитанием Бога лишь устами и хождением в культовые заведения, если религиозные лидеры закрывают глаза на вопиющее непотребство, творящееся вокруг при попустительстве властей, и публично не изобличают их, если магические и оккультные опыты выдаются за духовное и получают одобрение и освещение в средствах массы информации, если правильное духовное просвещение, основанное на современном научном уровне, не получает должного отклика в сердцах людей, то раковая опухоль демонизма полностью уничтожит здоровое духовное семя, когда-то посеянное Всевышним в земном человечестве. Совершенно очевидно, что в плане демонизации сознания людей и атрофии их душ западный мир с его идеями гуманизма преуспел, а сегодня смердит, заражая человечество трупным ядом последних времён, ядом полного забвения Господа, ядом торжества смертной жизни. Глубинная психогенетика народов Евразии прямо противоположно западной. Если кратко, то в её основу положены сердечные истребления жить по высшей правде, покаянно признавать свою неправоту, в терпении и смирении обретать жизнестойкость и явить первородство духовного родства над кровным и сугубо национальным. Всё это в конечном счёте направлено на умаление эго с одновременным накоплением духовного потенциала, источником мудрости. Корневыми истоками прогрессивной психогенетики народов Китая и Индии являются духовные учения мирового масштаба, рождённые в недрах этих народов его духовными гениями, великими учителями человечества. Воспринятые и трансформированные лучшими представителями духовной элиты, эти учения распространились в народе, указывая людям правильные жизненные ориентиры в мире, полном противоречий, склонном к насилию, кровопролитию, бесправию и произволу. Так в середине VI века до Новой эры в Китае, благодаря озарениям свыше, полученным великим китайским мудрецом Лао Цзи, явился на свет трактат Дао Дэ Цзин – канон пути и благости, где представлены откровения автора касаемо основы мирового порядка, пути и методов духовной трансформации человеческого сознания. Автор трактата в самом начале предупреждает, что любая попытка выразить Дао словами обречена на неудачу, поскольку Дао – это не вещь, не понятие, а вибрация. Он называет её утончённой неуловимой сущностью, которой можно и нужно открыть в своём сознании, следуя практическим рекомендациям по реализации пути, чтобы раз и навсегда решить для себя вопрос о единстве всего сущего, неразрывной связи между мириадами сознания и разного рода явлениями, наблюдаемыми нами в окружающем нас мире. Всё сущее во Вселенной не только пронизано единой вибрационной субстанцией, но и состоит из неё, являя собой разную степень её плотности, что полностью подтверждается современной физической наукой. Как достичь единения с Дао? Как соединить бытие и небытие, небо и землю в человек? Лао Цзи предлагает интегральный метод, посредством которого можно соединиться с великом Дао и постичь его. Он называет этот метод «недеянием». Что же вкладывает Лао Цзи в это понятие? Под «недеянием» не следует понимать пассивную отрешённость человека от мирских событий и пребывание в сонной неподвижности. Напротив, «недеяние» предусматривает пребывание человека в гуще мирских событий. Однако рассудок и эмоциональная сфера при этом должны находиться в покое. Ни мысли, ни желания не должны нарушать установившуюся ровность сознания. Только при этом условии устанавливается прямой контакт с великим Дао, и тогда оно, ни человек, ни его эгоистическое горе, будет творчески и безошибочно управлять всеми процессами, в которые вовлекается индивид при соприсновении с миром. Всё это позволяет определить «недеяние» как высшую форму деятельности, на которую способен человек в условиях земного существования. Лао Цзи не может быть просто знаменем, а трактат Дао Дэ Цзин в священном писании. Лао Цзи – это путь, а Дао Дэ Цзин – руководство к действию. Если Лао Цзи можно назвать выразителем божественной мудрости, то его младшего современника Конфуция, взявшего на вооружение положение, представленное в философском трактате «Идзин» – это книга-перемен, известная, сложившемся в Древнем Китае между VIII и VII веками до Новой эры из разрозненных материалов народного фольклора, высокого духовного качества, Конфуция можно назвать выразителем наивысшей человеческой мудрости, житейской и управленческой мудрости, способной предвидеть и упреждать нежелательные события, правильно выстраивая повседневную жизнь и встречаясь в завтрашний день во всеоружии. Тонкоматериальный механизм, обеспечивающий реализацию перемен – это путь неба, так называемый, или инь-ян – два модуса Единой Вселенской и Нетгельцы, согласно которому, дабы избежать гибельной односторонности в человеке и в природе, выстраивается тонкий энергетический баланс между этими энергиями – убивает одна, прибывает другая, и наоборот. Если коротко, то книга «Перемен» позволяет нам понять и прочувствовать многомерную логику целого, божественную логику, согласно которой именно благодаря переменам самоорганизуется мир, продвигаясь в совершенство. Человеческие события с позиции обычной ментальной логики носят, казалось бы, негативный характер, но на самом деле являются благом, способствующим реализации божественного промысла. Понимание этого предполагает осознанное действие, особенно в ситуациях кажущегося хаоса, ибо именно в его недрах, в недрах хаоса, рождается принципиально новая, поднимающая мир на следующую ступень духовной эволюции. Чань-буддизм или дзен-буддизм, как эзотерическое учение, возник около полутора тысяч лет тому назад. Согласно древним традиционным преданиям, чань-буддизм появился в Китае в середине первого тысячелетия Новой Эры. Первым патриархом чань-буддизма явился индийский миссионер Бодхидхарма, принесший на китайскую почву учения о созидцании. Чань-буддизм является собой тончайший синтез великого пути Дао, изложенного в ладзе в трактате Лдао Дэдзин и учения Гуадама Будды, творчески перенесённого последователем Бодхидхарма на китайскую почву. В результате этого чудесного синтеза родилось новое учение, имеющее строгую практическую направленность, заключающееся в освобождении сознания индивида от иллюзий и в озарении его мудростью. Из письменных источников учения чань, дошедших из глубокой древности до наших дней, наибольшую ценность представляют записи о передаче светильника, наставления первого патриарха, сутра помоста, речения Мадзу и речения Лазунного утёса. Кратко, суть учения чань заключается в следующем. Реальный мир, отражаясь в сердце, внимание, здесь имеется в виду не душа, а наше эгоистическое существо. То есть сердце, у нас понимание душа, но там сердце – это витальный мир, неизбежно искажается. И чтобы видеть мед таким, каков он есть на самом деле, мы должны полностью очистить сердце. Полностью очистив сердце, обретя эмоциональный и умственный покой, мы найдём в нём Буду или пустоту, великая дау, из которой рождается всё сущее. В самой же пустоте ничего не рождается и ничего не умирает. Таким образом, главная задача ищущего, полностью очистив сердце, добиться просветления, то есть слиться с пустотой, где и обнаруживается наша истинная бессмертная сущность. Следует отметить, что просветление в чань буддизме соответствует, согласно учению спасителя, обретению в Царство Божие. Это вот китайские учения. Теперь о бесценном вкладе Индии в мировую духовную сокровищницу. В основу индуистской религии, сформировавшейся в первом тысячелетии до новой эры, положены древние священные тексты, веды. В рекведе, в частности, представлена индуистская космогония и метафизика, очень созвучные, и в это же время явившимся на свет древнекитайским откровением на эту же тему. В одном из гимнов Рикбеда говорится, что «Вначале начал было одно нераздельное начало, нечто одно, и не было ничего другого, кроме него. Это одно предшествует Вселенной и творит мир из самого себя, сохраняя при этом свою трансцендентность. При этом каждый элемент творения сохраняет неразрывную связь в целом, обладая разной степенью сознательности. Вот вам и единство всего сущего». Упанишады заключительная часть вед указывает, что жизнь в неведении приводит в действие исправно работающий и чётко исполняемый механизм кармы, кармический закон, а тот, в свою очередь, обеспечивает непрерывную цепь перевоплощений, то есть закон реинкарнации или пактонных рождений, выход из этого порочного круга, освобождение или спасение, достигаемое путём избавления от неведения, путём познания правил божественной игры, игры Богу в прятке с самим собой, исследованием этим правилам. В Упанишадах вводится понятие брахмана, единая основа, поддерживающая мироздание, атмана, неучтожаемой духовной сущности в человеческом существе. Спасение обеспечивается достижением единства атмана с брахманом в человеке и индивидуального сознания со всеобщим. Цитата из Упанишад, «Кто познает брахмана в человеке, тот знает высшую сущность». Но самое замечательное, что открывается нам в одной из частей грандиозной по объёму лирико-эпической поэмы Махабхарата, Бхагавадгити – это богоявление, где современник Лао-Дзи и Конфуция, Кришна, Васу-Дева, предстаёт как инкарнация Бога Вишну в человеческом облике, открывая людям истину. Начинается Бхагавадгита с основополагающих постулатов о непрерывности существования душ, то есть бессмертного начала в человеке, в различных телесных формах и о единстве всего сущего, что позволяет представить себе эволюцию как реальный вселенский процесс, имеющий строго определённую цикличность, о чём повествуется и в китайской книге «Перемен». Кришна утверждает, что только осознание своей духовной природы позволяет человеку уяснить истинный смысл собственного существования и всего происходящего во Вселенной. Осознание своей духовной природы есть не что иное, как духовное рождение, как обретение своей истинной недленной сущности, как обретение по терминологии Спасителя Царства Божьего. В случае отрицания Бога Твотца, а также человека, как части его творения, жизнь обесценена. Открытие частицы Бога в человеческом существе – это начало пути спасения. По сути, Кришна – личностный Бог, человек больше не заложник тёмных сил, проявившийся в мире якобы лишённым Бога. Бог присутствует в мире, он не устраняется вовсе от своего творения. И что очень важно, Гита упраздняет многие необязательные сложности на духовном поприще. Таким образом, в Гите представлен чудесный синтез всего лучшего, практически действенного, что проявилось в духовной жизни Индии. В Гите отрицается всякая мистика и аскетизм как средство духовного становления, и делают супод на сознательную духовную работу, пребывая в миру, ибо ничто в этой земной жизни не обособлено. Господь видит её целостной. Вот вам представленное в китайской философии единство неба и земли. То есть родственные духовные учения в Китае и в Индии. Я это давно уже проработал, где-то лет, наверное, 20 тому назад. И теперь вот оттуда извлёк, чтобы это каким-то образом психогенетически объединить. Теперь о России. Народ, который вот уже тысячелетие окормляется в лоне православия, живой, плодоносной ветви истинного христианства, сохранившей в родниковой чистоте истинное учение Спасителя об обретении Царства Божьего и Жизни Вечной через посредство стяжания Духа. В сохранении единства, многообразии есть краткое определение древнего психогенетического архетипа русской свободности, возвращённой прежде всего на почве православия. Пресценный вклад России в мировую духовную сокровищницу состоит в том, что она, осенённая свыше силой божественного проведения, порождала духовные бриллианты высочайшей пробы, как известные по именам, так и безымянные, изгущенародные, отличившиеся духовными, трудовыми и ратными подвигами, а также истинных творческих гениев, духовных мыслителей, поэтов, писателей, композиторов и художников. О силе божественного проведения великий русский мыслитель Пётр Яковлевич Чадаев предтеча блистательной плеяды русских философов-космистов Соловьёва, Трубецкого, Фёдорова, Бердяева, Булгакова, Лосского и других сказал следующее. Вся наша активность есть лишь проявление силы, заставляющая нас стать в порядок общий, в порядок зависимости. Соглашаемся ли мы с этой силой или противимся ей, всё равно мы вечно под её властью. Поэтому нам только и надо стараться отдать себе возможновенный отчёт в её действии на нас. И раз мы что-либо об этом узнали, предаться ей со спокойной верой. Эта сила, без нашего ведома, действующего на нас, никогда не ошибается. Она-то и ведёт Вселенную к её предназначению. Итак, вот в чём главный вопрос. Как открыть действие Верховной Силы на нашу природу? Ну, сейчас доподлинно известно, как это сделать. Есть детально разработан именно в России путь сознательной духовной эволюции, позволяющий каждому истинному искателю истины правильно реализовать свой духовный потенциал, то есть стать цельным человеком, цельным человеком, способным постигнуть цельную истину. А что касается вышеупомянутых философов-космистов, то они, несмотря на несущественные различия и возложения, по сути, в один голос, следуя откровениям божественной души, утверждали всеединство, как результат выхода индивидуальной человеческой души в безграничный духовный космос. Это была попытка независимых друг от друга представителей оригинальной русской философской школы создать целостное мировоззрение, базирующееся на синтезе науки, философии и христианской религии. Это попытка создать истинно-христианскую метафизику, включающую преображение всего человека, в том числе его телесность, что является необходимым условием для достижения конечной цели божественной эволюции, да и всего исторического процесса, рождения нового человека и нового человечества на новой земле под новыми небесами. В этом со всей очевидностью просматривается духовное психогенетическое роство во взглядах на человека, на мир и на их преображение с древними философскими концепциями Китая и Индии. По словам одного из представителей славной коготты философов-космистов Николая Лосского, русская философия несомненно окажет большое влияние на судьбы всей цивилизации. В настоящее время гуманитарное научное направление, именуемое философией, полностью себя исчерпало. В основном это западная философия, вызревшая большей частью в лоне протестантской религии, эгоцентричная философия, где человек приравнен к Богу. В результате рождается своеобразное умствование, когда неодухотворённый интеллект, исследуя сам себя и своё неизбежно ограниченное в силу фрагментарности мышления и восприятия окружающего мира, упивается собственными, на деле ущербными достижениями. Яркий примет тому классическая немецкая философия в лице её могучих представителей Канта, Гегеля, Фейербаха и последнего из магикан Маттина Хайдегера, который однажды честно признался, что со временем перестал понимать сам себя. Когда я читал Хайдегера в переводе на русский язык, а вот себя перестал понимать на родном немецком, я его понимаю. там такие навороты, аж жутко в переводе. Я представляю, что переводили дилетанты тоже, но с каким-нибудь философским школьным образованием, то есть эту бредятину перевести как-то вот удобоваримо, я не знаю, это просто невозможно. Так вот, чтобы быть честными, философам-интеллектуалам следовало бы признать, что за пределами ума находится нечто его превосходящее, недоступное их пониманию. Это нечто можно назвать Богом или высшим разумом, или ещё чем-то, но сделать это они, увы, не в состоянии, а посему описываемая ими реальность фрагментарно, схематично, сухая, естественно, духовно пуста. Исследуя окружающий мир, находясь в чёрном ящике интеллекта, западные философы, в отличие от философов-космистов, безменно удаляются от истин, в отличие от русских философов-космистов. Если так называемая философия не способна внятно и аргументированно ответить на вопросы об истинном смысле существования человека-человечества, о назначении исторического процесса и законов, которыми он управляется, если она не в состоянии ответить на вопросы почему такие несчастные при изобилии материальных благ и что необходимо сделать, чтобы это преодолеть, да и на многие другие не менее важные вопросы, то это пустая, абсолютно никчёмная в практическом плане философия. Ух, тут у нас философы есть тоже, которые в этом совете, я представляю, когда они читали, их наверно рвало от моих текстов, а не какой-то нео, что-то придумали, неокосмизм, там вот слово нео добавляется и бред уже на другой ступени, вроде там духовное пристёгивает, то есть вот теоретики, ну это вообще просто ужас, когда теоретик берётся что-то делать, вот из серьёзной области, но это вообще каранты. Утрата смысла социального бытия людей, пожалуй, самая большая беда наступившей эпохи, эпохи воистину сумасшедшего научно-технического прогресса. Пока мыслящий человек не уяснит для себя в чём же состоит смысл его появления на земле, жизнь его будет оставаться сущей бессмыслицей. По этой причине проистекают все остальные беды, большие и малые, попытки устранения которых негодными средствами лишь усугубляют ситуацию. Этот огромный зияющий пробел в современной философии необходимо как можно скорее ликвидировать. Важно констатировать для начала, что неведение и смерть главные недуги человечества. Вот на что внимание направлено. А у нас что, неведение? Ну вот пытаются философы или какие-то там религиозные деятели ведение какое-то нам предлагать, а насчёт смерти? Медицина, генетика и всё остальное. Негодные попытки преодолеть эти две беды. при этом сам человек как дитя духовной эволюции обречён на бессмертие. Мы сейчас в переходной стадии. Вот. Может быть человек вот сегодняшний каким-то венцом творения. Понятно, что это нечто переходное от чего-то к чему-то. Вот об этом надо говорить. Вот этот вариант нужно разрабатывать. Именно это должно быть положено в основу новой философии. Практически значимой философии и философии всеединства. Но какой-то появился философ, он называет философии нео всеединства. Вот это вот я не могу понять. Но если мне дадут какую-то аргументированную вот штучку по поводу этого термина, но я может что-то и соображу, как ответить. понимаю, что нового ничего там быть просто не может. Попробуем кратко изложить, что сегодня может предложить меру Россия в развитии идей, положенных философии космизма, философии всеединства. Начнём с исторического процесса. Правильный подход к его изучению становится возможным, если историю рассматривать сквозь призму духовных параметров, ибо исторический процесс есть не что иное, как духовное становление земного человечества на разных этапах его существования. Исторический процесс будет правильно понят и довольно просто объясним, лишь при условии принятия постулата, определяющего истинный смысл существования земного человечества. – это взращивание и принесение духовных плодов в ходе неочевидной для обывателя и афтодорсальных учёных-материалистов духовной эволюции. Именно исторический процесс, контролируемый и направляемый свыше волей проведения, призван обеспечить необходимые условия для внутреннего развития тех индивидов, которые зреют или уже созрели для духовного плодоношения. Иного смысла, кроме смысла наивысшего порядка, сакрального смысла, история человечества не имеет. Российский философ и публицист Александр Панарин отмечает, что со времён появления великих мировых религий мировая история включает мистическую, то есть духовную составляющую в качестве скрытой пружины вектора. Без этой скрытой пружины и направляющего вектора история была бы просто бессмысленной. Да её бы и не было, был бы просто хаос, но божественная природа со всей очевидностью хаоса ни в чём не допускает. Академик Владимир Вернацкий, автор и разработчик оригинального учения о ноосфере, пророчески ощущал, что именно положено в основу подлинной истории. Цитирую Вернацкого совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, невидное и неосознаваемое ни современниками, ни долгими поколениями спустя. С удивлением, как бы неожиданно, для самого народа они открываются ходом позднейшего исторического изучения. По словам русского философа Николая Бердяева, метаистория прорывается в историю и всё значительное в истории связано с этим прорывом. Метаисторические вещи, так как в физике, там вообще метафизика сплошная сегодня, наприко, в него муру, нечто фантастическое. И так во всех сферах. Пора уж повзрослеть. Разработки именно этого направления в изучении истории и посвящена вышеупомянутой фундаментальной исследовании современного российского учёного, практик-эволюциониста, автора многих широко известных работ по духовной эволюции человека-человечества, Александр Клюева «Опыт духовного прощения отечественной истории». Сегодняшняя историческая наука не может называться наукой, ибо нет фундаментальных законов, которыми она могла бы руководствоваться, рассматривая исторические события в единственно верном ракурсе, с возможностью использования знаний о прошлом для своевременной и правильной коррекции настоящего ради грядущего. То, что многим сегодня кажется историей, кажется, это своеобразное, зачастую привлекательное мифотворчество или нудная наукообразная билетристика. История может стать наукой лишь тогда, когда у неё появятся основополагающие метаисторические законы, определяющие истинную цель существования человечества и предполагаемый конечный результат исторического процесса, только тогда целостный объективный взгляд на всё происходящее в земном человечестве станет нормой. Отсюда становится понятным, что пока история не наука, она ничему не может научить, ибо болезненные уроки прошлого анализируются историками, политологами и прочими исследователями исключительно на интеллектуальном уровне. Эти специалисты опираются лишь на анализ следствий политических, экономических, военных, культурологических и прочих, но не затрагивают базовую причину системный духовный кризис. Экономический, политический, мировоззрочный кризис есть прямое следствие духовного кризиса, и никак иначе. видимая событийная часть исторического процесса является лишь отражением крупномасштабных изменений роста, падения или застоя духовной активности людей, а посему прошлые исторические события становятся в лучшем случае лишь добротными музейными экспонатами, демонстрирующими полнейшую человеческую беспомощность перед провиденциальными силами. Наглядный пример. Крах богом охраняемой Российской империи в 17-м году и крах великого и могучего Советского Союза в 91-м году. У нас это классика. То есть мы вот на виду. Вот на истории России можно законно как раз и обкатывать. Что касается правильности выводов из уроков истории соответственно предложений по корректировке будущего, то надежны делаться прежде всего в направлении упреждения духовного краха. Это уже не искусство политики или экономики, а нечто неизмеримо большее. А где взять таких не купленных золотом и не подверженных либерантным ценностям руководителей государства, которые могли бы это органично чувствовать и последовательно притворять жизнь. Всякому историческому периоду соответствует своя динамическая провиденциальная целесообразность, обусловленная сочетанным действием четырёх основных законов духовной эволюции с целью создания и поддержания продуктивной эволюционной напряжённости в земном человечестве, призванной и во что бы ни стало обеспечивать духовное плодоношение. Каковы же эти непреложные законы, согласно которым вершится проведением духовной эволюции? Нумерация произвольная, но степень важности одинаковая. Первый закон – это закон перерождения или повторных рождений или реинкарнации. Этот закон позволяет одной и той же душе, вовлечённой в процесс духовной эволюции в течение нескольких человеческих жизней, в разных физических телах и разных социальных условиях, постепенно совершенствоваться, обретая при этом всё большую сознательность, способствующую скрытому росту души. Этот закон можно ещё назвать законом несуществования смерти. Второй закон – закон обязательной реализации причинно-следственных связей или кармический закон. Всё происходящее с человеком в течение жизни есть совокупное следствие его поступков, речей, мыслей и деяний, порождаемых им как в данном, так частичных прошлых земных воплощений. Это удивительно мудрый воспитательный закон, призванный обеспечивать развитие индивидуальной души в направлении духовной реализации. Третий закон – закон свободы выбора индивида, свободы воли, проведение никогда не посягает на свободу принятия индивидом того или иного решения в той или иной ситуации. Однако несоответствие принятого решения эволюционной целесообразности обязательно находит тотчас или отсрочено отражение в кармических следствиях, в кармических уроках, действия которых направлены исключительно на воспитание души. Иными словами, согласно кармического закона, ваш неверный выбор непременно будет подкорректирован, то есть срабатывает принцип изменения маршрута в известном вам навигаторе. Маршрут перестроен. И четвёртый закон – закон поддержания продуктивной энергетической напряжённости в эволюционном поле, в земном человечестве. Существует много уровней энергетической напряжённости, поляризации или конфликтности, обеспечивающих эволюционный рост душ отдельных индивидов. В мире, в котором мы живём, который нас окружает, поляризовано всё. Всё искрит. И порой, когда глядишь на происходящее вокруг, создаётся впечатление, что люди пришли в этот мир только для того, чтобы делать друг друга гадости, подкидь друг друга жить. и каждый при этом вроде бы прав. При анализе исторического процесса принцип поляризации, принцип динамического взаимодействия двух полярных начал имеет решающее значение, а посему способности следователя видеть позитивное в, казалось бы, негативном, главный инструмент постижения подлинной истории и её движущих сил, работающих в итоге на реализацию божественного промысла. Из изложенного следует, что правильная позиция в исследовании истории – это отсутствие какой-либо позиции, только факты, рассматриваемые в русле духовной эволюции и её сочетанно в действующих базовых законах. Теперь, собственно, о человеке. Российскими учёными Клюевым и Качалкиным в 1995 году была разработана новая релятивистская концепция психической деятельности человека как базовый элемент интегральной психофизиологии, основанная на детальном изучении большого фактического материала, полученного при расследовании тяжёлых авиационных происшествий в части анализа состояния и действий пилотов в экстремальных ситуациях. В своих исследованиях авторы убедительно показали, что одним из фундаментальных свойств человеческого сознания является способность изменять, ускорять или замедлять в течение собственного психологического времени относительно реального времени. В зависимости от этого разительно меняется восприятие реальности и качество проявленной деятельности, что, соответственно, отражается на её результатах. Авторы новой концепции выделяют пять видов психической деятельности. Интуитивная подсознательная психическая деятельность стереотипная с незначительным отставанием от реального времени, когда задействовано только физическое тело, биологический робот. Рассудочная психическая деятельность с отставанием от реального времени фрагментарным восприятием реальности, когда задействовано только метальное существо. Эмоциональная психическая деятельность с опережением реального времени потери контакта с реальностью, когда задействовано только витальное существо. Импульсивная психическая деятельность – вневременная, как мгновенная реакция на внезапно возникшую опасность, когда задействована отдельная группа клеток центральной нервной системы. И интуитивная сверхсознательная психическая деятельность, строго синхронизированная с реальным временем и абсолютно безощибочная, когда задействована наша истинная сущность, ну, душа. Следует особо отметить, что результаты этих исследований показали, что научные и эзотерические, пришедшие из глубины веков, знания нисколько не противоречат друг другу, напротив, взаимодополняют и обогащают наши интегральные знания о человеке. Эзотерический человек в полной мере соответствует психологическому человеку. Абсолютно безошибочная, интуитивная, сверхсознательная психическая деятельность, строго синхронизированная во времени с реальностью, инициируется нашей истинной сущностью и является финальным результатом работы на пути сознательной духовной эволюции, результатом полного единения человеческой и божественной воли. Благодаря новой релятивистской концепции психической деятельности человека стало возможным довольно простое объяснение поведению людей не только в экстремальных случаях, но и в любых условиях, и в любых жизненных ситуациях, включая участившиеся сегодня масштабные психозы. Ещё. Релятивистская концепция психической деятельности человека может быть положена в основу разработки нового научного направления под названием физико-сознание в рамках теории времени как энергии выдающегося советского учёного-астрофизика Козырева. Теперь о главном. Согласно непреложным законам духовной эволюции, вершится исторический процесс, призванный порождать людей нового времени, людей с новым принципиально отличным от ментального сознания, супраментальным сознанием, обладающим способностью к интегральному видению, целостному видению окружающего мира и всех его проявлений в свете божественной мудрости, реальным инструментом реализации замыслов творца касаемо рождения нового человека является детально разработанный на рубеже тысячелетий в России, в стране с богатейшей духовной историей, путь сознательной духовной эволюции. Этот путь не есть методворождённый плод умозрительных рассуждений духовных теоретиков, это живой творческий плод практического обобщения, бесценного духовного опыта и откровения истинных духовных гениев человечества в разные времена, в разных народах, прежде всего в России, Китае и Индии, появлявшихся на Земле, дабы пробудить спящие человеческие сознания к созидательной духовной работе. И ещё, что крайне важно на сегодня, путь сознательной духовной эволюции является собой чудесный синтез подлинной науки о целостном человеке, как сознательном участнике эволюционного процесса и истинной, вбирающей всё практически значимое из обозримой истории тысячелетних духовных поисков и религии. Практическая реализация пути позволяет всем духовно одарённым людям, независимо от возраста, пола, социального статуса, национальных традиций и прочего, правильно реализовывать и использовать свой духовный потенциал, способствуя всемирному оздоровлению духовного климата на всей планете. Следование по пути сознательной духовной эволюции – это следование по пути постижения истины, это следование по пути постижения Господа, это следование по пути, который оставил нам Спаситель, по пути обретения Царства Божьего и Жизни Вечной через посредство стяжания Духа. Реализация указанного пути позволяет поднять планку духовного развития на уровень, указанный Спасителем. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный! В своей книге «Введение в философию ненасильственного развития» видный российский учёный, физик Ядершев Игорь Николаевич Острецов справедливо отмечает, что сегодня кончилось время Ветхого Завета, человечество буквально перенасыщено научно-техническими достижениями при скудости сознания самих людей, творящих в мире всяческие непотребства. Действительно, настало время Нового Завета, время явления нового человека, истинно творческого человека, обладающего интегральным видением. На основании широкого практического опыта реализации пути сознательной духовной эволюции установлен механизм эволюционной трансформации сознания и тела человека. Перечислим наиболее значимые моменты, эволюционные динамики, которые проявляются в сознании и теле человека в следующем означенном путём. Открытие нисходящей трансформирующей силы по определению Спасителя Духа Святого и установление с ней стойкого контакта. Раскрытие в нисходящем порядке основных тонкоматериальных энергетических центров. Выход индивидуального сознания во всеобщее, в так называемую нирвану. Рождение Божественной Души или обретение психологического бессмертия по определению Спасителя – обретение Царства Божьего. Окончательная продувка тонкоматериальных энергетических каналов и канальцев. Наработка и проявление в тленном физическом теле вибрационного носителя жизни вечной. Обретение индивидуум полной энергетической прозрачности и супраментального сознания, единого со всем сущим. Каждому из указанных моментов соответствуют свои строго определённые, отнюдь неумозрительные психофизические и диагностические признаки, позволяющие наблюдать последовательность продвижения индивида по пути сознательной духовной эволюции. Подытоживая сказания о России и её вкладе в мировую духовную сокровищницу, можно сказать следующее. Сохранившаяся на психогенетическом уровне глубокие духовные корни у большинства её народов, богатейшее историко-культурное наследие и огромный научно-технический потенциал позволяет России стать духовным лидером в восстановлении нового мирового порядка. Какого порядка? Порядка основана не на англосаксонских принципах варварского втискывания стран, в прокрустного ложа либеральной демократии, то есть западной автократии, а на свободном выборе имея своего собственного, согласно традиционным ценностям, пути развития и существования в многополярном мире, мире, лишённом политического и экономического диктата какого-либо государства или коалиции стран. Для любого позитивного сценария развития человечества, пусть теоретически абсолютно правильно выаргументировано, необходимы прежде всего адекватные поставленным задачам инструменты исполнения. Кто они? Это творческие, сознательно эволюционирующие люди, люди с новым, одухотворённым, то есть с супраментальным сознанием, обладающие не только интегральным видением, но и необходимые для позитивного преобразования созидательной духовной силой. Они вышкаленные по западным лекалам, подобно нынешним, сухие технические исполнители. И ещё должна проявиться некая критическая масса людей с новым сознанием, способным притягивать и аккумулировать трансформирующую силу и призванных стать катализаторами преобразовательных процессов как в стране, так и в человечестве. При отсутствии таковых, все позитивные сценарии под эгидой создания гармоничного человечества нежизнеспособной химерой. Так что в угла-вугла должно быть поставлено воспитание нового человека, основанное на правильном, научно-обоснованном духовном просвещении на всех образовательных уровнях. С этого необходимо начинать, а не забалтывать в нескончаемых прениях то, что действительно должно быть сделано уже вчера. Это непреложный факт. Как уже говорилось, пока мыслящий человек не уяснит, в чём же состоит смысл его появления на Земле, жизнь его будет оставаться сущей бессмыслицей. А посему создание системы массового духовного просвещения основано на современных научных знаниях о духовной эволюции, о её базовых законах и движущей силе, о роли и места человека в эволюционном процессе, о пути сознательной духовной эволюции, единственное возможное средство предотвратить самую страшную беду – атрофию бессмертной божественной души. Иного пути вернуть на сжимной корабль, на исторический курс, веренный ему божественным проведениям, не существует. И ещё, на дворе XXI век, но до сих пор среди образовательных дисциплин нет предмета под названием «человековедение», раскрывающего полное знание, как с эзотерических, так и сугубо научных позиций, о целостном человеке. А всё потому, что при невиданном доселе научно-техническом прогрессии «Человек, как ни странно, остаётся самым большим незнанием современности, самой сокровенной тайной у хранимой тысячелетиями тщательно оберегаемой твадцом от вторжения невежественных толкователей, его грандиозной по масштабу и ювелирной по тонкости исполнении задумки относительно конкретного человека и земного человечества в целом. Несмотря на обилие всевозможных наук о человеке, порепарировавши её до мельчайших подробностей, сам человек, как интегральное целое, исчез из поля зрения учёных, перестал существовать, став попросту некой, самой по себе существующей бесцветной абстракцией. Интегральный человек просто выпал из поля зрения учёных, не удосужившись, органично встроить его в нечто большее, в нечто более широкое по замыслу и исполнению, чем дарвиновская бессознательная животная эволюция. А социальная эволюция сегодня со всей очевидностью зашла в тупик. Можно смело говорить о социальной деградации человечества. Что по большому счёту мы знаем о себе? Да ничего толком. Мы не знаем, с какой целью мы появились на Земле, мы не знаем себя сегодняшних, вечно страдающих, всего боящихся, во всём сомневающихся и, как оказывается, безнадёжно больных. Мы не знаем своего конца, кроме могилы, разумеется, и многого другого, что могло бы придать сокровенный смысл нашему пребыванию на Земле. Воистину, человек – самое большое незнание современности. Главная задача при создании учебного пособия под названием «Человековедение» как наиважнейшего раздела новой философии, философии всеединства, восполнить этот зияющий пробел современной науки и, основываясь на научных данных, на научных знаниях о духовной эволюции, её движущих силах и базовых законах, о механизме эволюционной трансформации индивиду и законах психической деятельности человека, представить его, человека, как переходное существо от человека ментальному к человеку духовному или супраментальному, которому по замыслу проведения надлежит проявиться на Земле. В России в этом направлении имеются фундаментальные научно-практические наработки, которые могут быть положены в основу написания этого крайне востребованного сегодня учебного пособия о настоящем человеке. Теперь о новой идеологии. Идеология должна быть принципиально новой, не совпадать ни с одной прежней, неизбежно исторически ограниченной, годной на какой-то отрезок исторического времени, то есть стать глобальной идеологией на все оставшиеся времена. Только тогда будет долг. В её основу должен быть положен постулат, отражающий истинный смысл существования земного человечества, как великую надменную идею. Ну, великая надменная идея – термин российского учёного Хазина, надменную идею, заложенную свыше. Она есть, это духовное становление человечества в поле активности деструктивных сил. Духовное становление человечества в поле активности деструктивных сил. Иного смысла, кроме сакрального смысла наивысшего порядка, истории человечества не имеет. Отсюда следует, что священный долг каждого неоскоплённого в духе жителя земли, находясь на своём месте в социуме, всемедно укреплять духовные устои государства и всеми средствами активно противодействовать деструктивным силам, стремящимся помешать реализации божественного промысла в отношении земного человечества. С давних пор передовые умы человечества учат нас, что надо становиться лучше, честнее, терпимее и тому подобное. Однако в мире, оглохшем от правильных слов, ничего не меняется. А всё потому, что становиться лучше означает раздувание эго, закрепление в человеке эгоистического начала, культивирование своей исключительности. Уседно пропагандированный мир моральных частюль – очередная утопия, разделяющая людей на своих и чужих со всеми вытекающими последствиями. В отличие от передовых умов, все великие учители человечества призывали нас встать на путь сознательной духовной эволюции, чтобы, радикально изменив собственное сознание, стать принципиально иными людьми, а не улучшенными экземплярами старой животной человеческой породы, людьми, полностью свободными от эгоистических притязаний, способными каждой на своём месте в социуме стать проводниками нового мира. Если такое случится, хочется в это верить, то в недалёком будущем, на общественно-политическом олимпе вместо кореистов, демагогов и лжецов ради собственных шкодных интересов, увлекающих человечество губительной авантюрой, появятся мужественные люди, духовные народоводители, способные вести человечество в направлении, уготованном божественным проведением. Замечательно будет, если в формулу единения народов, озвученной китайским лидером Си Цзиньпином «Один пояс – один путь» органично впишется, разработанный в России, путь сознательной духовной эволюции. Вот и всё, вот то, что я представил. Что они из этого сделали, я не знаю. Ну, нормально, как-то всё-таки логика какая-то просматривается. Ну, чуть выше человеческой, но я пытался всё-таки до человеческого уровня как-то не опустить, а приподнять из животного до человеческого. Ну, вот всё, что я подготовил. А теперь, что у нас? Итёда, что ли? Ну ладно, надоел вам чтение. Обстоятельства кажутся всё более трудными, но, должна сказать, меня это не беспокоит. Условия трудные. В стране, в мире трудно, всё скрипит. Но это кажется существующим только как некая видимость. Это большое давление света, тёплого, золотого, могущественного, супраментального света. И это давление всё нарастает. Ну, под всё нарастающим давлением супраментального света, со всей очевидностью, мир трещит по швам во всех своих проявлениях. Люди повсеместно сходят с ума, ну, мягко говоря, принимая сумасшествие за норму, не понимая прежде всего смысл собственного существования, вернее даже подобным вопросом не задаваясь. Вот законы, вот виды психической деятельности, вот сейчас вот большинство человечества находится в режиме эмоциональной психической деятельности, полностью оторвана от реальности. Полностью, то есть каждый в своей ячейке. Тот, кто культуры занимается, эстрадам, театры, кто-то политикой занимается от реальности оторваны полностью. Для меня это очевидно. Зная эти законы, понимая всё происходящее, а те, которые мыслители, вот свою ячейку, свою дырку сверлит, у них тоже там свой мирок. То есть интегрального видения и понимания, целостности, что происходит у людей, просто нет. Тут в пору бы отчаяться, но есть вы, есть люди, которые знают, чем надо заниматься, и будут этим заниматься. Только не заботьтесь о судьбе человечества, ради бога! Как только у вас мыслишко маленькое, мелькнёт, что надо спасать человечество, вы всё в татарары полетите. Ясно или нет? Вот ни чуть-чуть не должно быть вот этого. Ни капельки. Спасайте себя. Всё остальное приложится. В необходимой дозе. И чтобы убедиться в полном сумасшествии происходящего, достаточно на короткое время включить телевизор и пощёлкать программу. Вот быстренько, тук-тук-тук-тук-тук-тук, всё! Сумасшедший дом, вот он, ну, объективно, как открытой камерой снимается. Хотя камера не скрытая, реальные телевизионные шоу, программы, диспуты, новости и прочее. О ребёнке, вспомнившем свою прошлую взрослую жизнь. Зарегистрировано, по крайней мере, 4-5 подобных случаев, значит, есть продолжение жизни после смерти. Но что продолжает жить? В случае с этим ребёнком, речь идёт не о душе, это не душа, это существо витала, ментализированного витала, которое остаётся незатронутым и в силу особых обстоятельств сразу же реинкарнирует. И тогда они полны воспоминаний о прошлой жизни. Она правильно говорит здесь, это не память души. Если понимать во внимание случаев воспоминаний именно маленькими детьми своей прошлой, взрослой жизни, то речь действительно идёт не о психическом существе, как об эволюционирующей божественной основе индивида, который после смерти реинкарнируется в новом теле, а скорее витально-ментальной оболочке или сущности, которая отделилась от старого умершего тела и не успев распаться на тонком плане бытия, в силу особых обстоятельств, как говорит мать, сразу же вселилось в новое тело без потери памяти о некоторых бытовых деталях прошлого воплощения. Особенно, если это происходит в одной и той же семье среди близких родственников. Совсем немногие подобные случаи воспоминания о своей прошлой жизни встречаются в основном в Индии, в стране, где широко культивируется знание и поверье о перерождении к душе. Ну, мой вам совет меньше в эти сказки верьте. Если кто-то будет что-то обнародовать, то не слушайте. То, что я дополненно пережил в детстве как опыт самой настоящей клинической смерти, дало мне возможность убедиться в том, что индивидуальное сознание или то, что мы называем собой, не умирает, во всяком случае сразу не умирает после оставления физического тела. Во всяком случае. В возрасте 7 лет я по-настоящему утонул, купаюсь в праду, я нырнул вот с головой, не умею при этом плавать. И что же я видел? Слышал и испытывал при утоплении. В зрительном поле я видел белые клуги, расходящиеся от центра к периферии. Как я теперь понимаю, это было визуальным свидетельством, выходом моего сознания, возможно, и души из тела через макушку головы. Многие испытавшие клиническую смерть, называют это явление прохождением через световой тоннель. Кроме того, одновременно с расходящимся световыми кругами я слышал пронзительный, тонкий свист, или даже звон, очень тонкий, что также, на мой взгляд, сопровожало стремительный выход индивидуального сознания из умирающего тела. При этом у меня сохранялось абсолютно ясное сознание, понимая, что я тону, никакого страха я не испытывал, а в голове была одна единственная мысль, что мама будет ругать бабушку за то, что я утонул, и всё. Страха, ничего не было. Легко было без тела. Потом моё сознание чудесным образом из тонувшего тела целиком переместилось кверху и застыло над прудом, наблюдая, как моя бабушка в тот момент для меня это был просто человечек, наклоняясь над чем-то, совершала какие-то действия руками. Этим чем-то было моё бездыханное тело, которое бабушка, мой незабвенный ангел-хранитель, глубоко верующий человек, возвращала к жизни. Первое, что я ощутил по возвращении в тело, это хриплое, крайне затруднённое дыхание, особенно на вдохе, и кашель, сопровождавшаяся потоками воды из отта и носа. Когда я окончательно пришёл в себя, бабушка, чуть живая от пережитого, рассказала мне о случившемся. Услышав сильный всплеск, а она в это время была занята полосканием белья, она оглянулась и, не увидев меня, поняла, что я под водой. А где именно, на какой глубине был, непонятно. Тогда она мольбой обратилась к Господу, и он её услышал. Из воды показалась моя пятка. Увидев её, бабушка бросилась в воду, сама не умея плавать, схватила моё тело за ногу. Вытащив его, она поняла, что тело метло, оно не дышало, и было синюшным. Тогда бабушка вновь обратилась к Господу, начала меня, как она выразилась, откачивать. И получилось. Видимо, Господу, я был ещё нужен на земле. Вот такой вариант прохождения, опыта жизни после фастички смерти тела. Нормально, никуда вы не исчезнете. Чего вы беспокоитесь? Важно, куда попадёте, насовсем. Это другой вопрос. Но исчезнуть не исчезнет. Могу вас гарантировать. И после этого трагического события, безусловно, отнявшего года жизни у моей бабушки, меня словом подменили, я стал абсолютно неуправляемым ребёнком. 4-5 лет, видим, одержание было какими-то силами враждебными. Я же открылся. Выход в макушку. А там враждеб кругом. Сложный был период, но преодолел я его. С Божьей помощью, наверное. Когда душа на время оставила тело, враждебные силы не далились. Это было не первое и не последнее покушение на мою жизнь. Всего их было по меньшей мере 15. Все серьёзные. 15 по-настоящему. Киллеры метились. Психическое существо – это существо, постепенно формирующееся в ходе всех жизней, который сначала является эмбрионом, а затем развивается в сознательное совершенно независимое существо. Так вот, именно психическое существо, или душа, если хотите, с самого первого рождения индивида в теле, вовлекаются в процесс духовной эволюции, с неоднократной сменой физических тел, начиная с инфантильного духовного эмбриона, то есть Божьей искры, отпавшей от источника всего сущего, и заканчиваясь зрелым, независимым существом, которое является на смет момент духовного рождения, в момент обретения царства Божьего человека. Вслед за этим знаковым событием, на основе психического существа, уже в коконе физического тела, через посредство супраментальной силой формируется и вибрационный носитель жизни вечной, способный существовать на любом плане быстья, без потери памяти и индивидуальности. То есть, чётко понятно, что происходит в процессе духовной эволюции, растёт наша истинная сущность, облекается в определённую форму, готовую проявить себя уже вовне. Только психическое существо в процессе своего развития хранит память о своих прошлых жизнях. Но что касается материального, чисто физического мира, оно хранит память только в тех моментах, когда оно принимало участие. Но надо сказать, что с момента духовного рождения, это вот мой опыт, практически всё происходящее в вашей жизни запечатлевается в вибрационной памяти психического существа, памяти, которая не зависит от состояния клеток головного мозга, памяти, которая ничем не может быть повреждена. Вот в памяти моего психического существа хранятся практически все яркие события моего детства, начиная с двухлетнего возраста. Я идентифицировал первое воспоминание, то, что я вспомнил, и до сих пор хранится в памяти, это было в двухлетнем возрасте. А со временем духовного рождения в памяти психического существа осуществляется запись всех событий текущей жизни, абсолютно всех, важных, неважных, пишется всё. Это новый вид памяти, в отличие от памяти гнездящейся в структуру головного мозга, не является тяжким психологическим грузом, а воспоминания о чём-то конкретном приходят только тогда, когда они действительно необходимы, когда требуют этого сложившейся ситуации. Вот парадоксальная вещь. Ты помнишь всё. Всё. В записи это имеется. И в то же время вроде бы ничего не помнишь. Память душе, она пуста, нету ничего. Это парадоксальная вещь. И в то же время ты понимаешь, что там наполненность событиями, но ты не помнишь ничего, потому что не надо ничего специально вспоминать. Надо будет. Ясно? То есть лишнего, как в памяти головного мозга, хранить нечего. Там же переполняется этот компьютер биологический. Ужас какой-то. Причём память тяжёлая, как правило, ничего хорошего. Там не отпечатывается. Ну, в памяти о прошлом. Или у вас есть прошлые хорошие воспоминания. Ну, есть они, наверное, но всё равно там сожалеете. Эмоции примешиваются. Ой, как бы повторить, а повторить нельзя. Ну, и со всеми вытекающими. Да? Память мозга тяжёлая память. А вот память души, она не обременяет. Вот вообще не обременяет. Там всё есть, а ничего вроде бы нет. Реинкарнируют, эволюционируют, развиваются и совершенствуются только состояние сознания, говорит мать. Так вот, в процессе реинкарнации развивается и совершенствуется сознание индивидов. То, что накапливается в психическом существе, их изменения именно фиксируются в истинной сущности. И к моменту его расставания с телом они закрепляются там и переносятся на тонкий плат бытия, чтобы в новом воплощении психического существа новый индивид мог прожить эволюционный опыт, прерванный смертью тела. Таким образом, на Землю вновь приходит совсем не та Личность, которая рассталась с телом в предыдущей жизни. Личность имеется в виду эгоистическая, не та. Новая Личность формируется в процессе нового воплощения на основе эволюционного опыта, накопленного психическим существом в форме совокупного состояния сознания всех предшествующих жизней, прожитых психическим существом, в разных физических телах, в разных социальных условиях. Мать об уходе от бессознательности. Он начался с камня. Камни очень хорошо видна разница между камнем и растениями, растениями и животными, животным и человеком. Видна вся материя, она стремится к Господу. Это уход, уход от бессознания. Так и было с самого начала. Это восходило со всеми своими ошибками, всеми своими путаницами, всей своей ложью, всеми своими искажениями. Но всё это восходило. Тюрьма, превращающаяся в божественную обитель. То есть духовная эволюция, которой вот твержу, твержу, твержу. Закона есть в духовной эволюции. Вот всё есть сейчас. Работайте, эволюционируйте. Восходящая эволюция сознания от процесса его последовательного высвобождения из глубокого материального заточения, куда оно было заключено на начальных этапах божественной игры «Найди себя» в результате постепенного сгущения материальности, происходившей на нисходящей дуги эволюции. Минералы, растения, насекомые, животные. И, наконец, человек – знак воевехи на этом мучителе долгом пути по чудесному преображению материальной тюрьмы, где томится чистое сознание, аж в высвобождении божественную обитель. До времени широкого расселения на Земле человек – это Земля-человек – этот процесс носил бессознательный характер и инициировался исключительно эволюционной энергией безактивного сознательного участия в нём отдельных представителей трёх предшествующих царств – минерального, растительного и животного. И когда сознание человека достигло такого уровня развития, что он стал способен к сотворчеству с божественной силой, способен сам определять свою судьбу, то открылась эра сознательной духовной эволюции, в которой мы живём сегодня. С приходом на Землю Спасителя, явившегося миру как зримый пример реализации пути сознательной духовной эволюции с обретением царства Божьей жизни вечной через посредство стяжания Духа, сознательное участие в процессе божественной эволюции стало для нас не только возможным, но и необходимым. Теперь это главная задача творческих, духовно одарённых людей – приносить духовные плоды. Если смотреть на человеческую жизнь, как она есть, возникает впечатление, что люди потерялись в падении, но это результат разума. Разума надо пройти через все переживания, дойти до самых глубин, чтобы понять всё и снова привести всё к восхождению. Если бы человек не думал, что это было падение, у него никогда бы не нашлось воли подняться вновь. Ну, надо сказать, что в правилах божественной игры «Найди себя» заложено последовательное познание или освоение двух полусфер истины. Нижний через посредство разума и верхний полусфер истины через посредство божественных откровений. Всё, чем человечество сегодня занимается, это крайне болезненное познание нижней полусферы истины с падением сознания в самые мрачные демонические глубины. Это нижняя полусфера истины. Помойка. С помощью разума мы её познаём. Жизнь показывает, что без глубокого падения, без плутания в лабиринтах разума, как правило, невозможное спасительное восхождение. Не потому ли Иисус предпочитал твёрдому праведнику, раскаившегося грешника, достигшего максимальной глубины падения и осознавшего это грешнику, у которого после иски у него покаяния уже иного пути, кроме как у вверх к Всевышнему Господу, к познанию верхней полусферы истины через посредства божественных откровений и супраментальной трансформации иного пути уже нет. Я думаю, что вы, может, не столь великие, но грешники всё-таки, да? Не слишком чистюля. Ну хорошо, с грешникой-то работать приятно. Сам грешник. Понимаю вас, знаю, откуда чё берётся. Это хорошо. Из-за того, что истина крайне разрушительна по отношению ко лжи и дурной воле, если бы она сразу воздействовала на мир, такой, как сейчас, то мало бы что от него осталось. Она терпеливо подготавливает своё проявление. Ну истина в лице или в форме супраментальной силы, стремительно спускающаяся сейчас на землю, несёт в себе огромную разрушительную мощь. Разрушительную по отношению к тому, что на данном этапе божественной эволюции мешает её продвижению. Однако мудрый Господь не позволяет ей бруситься на всё сразу, на всё сразу, ибо в этом случае резко нарушится динамическая равновесие во всей эволюционирующей системе, включая земное человечество, земля просто взорвётся и перестанет существовать. И прежде чем нанести решающий удар по силам лжи и неведения, нисходящие божественные силы из-под воль постепенно и терпеливо предоставляя возможность спастись тем, кто искренне стремится к спасению, готовит квантовый скачок эволюции, квантовый скачок эволюции, чтобы в урочный час огненный катаклизм наконец состоялся, явив в результате новые небеса, новую землю и нового человека. Божественное может быть реализовано только в мире без эгоизма. Иными словами, как только закончатся все действия индивидуализации, больше не будет нужен этот элемент эгоизма, тогда Божественное сможет полностью проявиться. Но эго закономерно возникло и нарабатывалось в инфантильном человеческом стаде на нисходящей дуги эволюции как временный орган, способный проявить индивидуальность и стать центром становления сознания индивида. С наработкой витального и ментального опыта формировалось интегральное эго. Это временно индивидуальный центр человек принимает за свое подлинное я и в силу неведения противопоставляет себя всем остальным индивидам, ослепленным всему свыщему. Так человеческое эго фактически становится неким непогрешимым центром мироздания, вокруг которого все призвано вращаться и ублажать его обладателя. Но, как говорится, неоткуда без добра в противовес формирующемуся эго где-то подспудно, на втором плане, незримо подрастает и набирает силу наша истинная сущность, психическое существо. При достижении индивиду соответствующего уровня развития сознания эго становится серьёзным препятствием на пути эволюционного прогресса, не позволяя индивиду совершить качественный скачок и подняться на следующую ступень эволюции. В конце концов, этот временный инструмент духа должен быть трансформирован и заменён высшим водительством. Как закономерно возникло эго, так же закономерно оно должно исчезнуть, уступив место нашей истинной сущности. Всё это время находившееся за кулисами театра нашей жизни, чтобы превзойти эгоистическую форму существования, необходимо прежде всего осознать её пагубность для духовного прогресса и, став на путь сознательной духовной эволюции, решить эту проблему успешно с помощью божественной силы. Другого варианта нет. Субтитры создавал DimaTorzok